Когда я делал ролик о детских больницах в Германии, на втором канале я назвал его «Роды в Германии», я подписал этот ролик так. Интересно, насколько рождение ребенка в Германии отличается от рождения ребенка в России? Действительно ли можно организовать не столько обслуживание в больницах на высоком уровне, сколько создать человеческую обстановку для маленьких пациентов и их мам? Лучше бы, честно говоря, этот вопрос не задавал, потому что я получил письмо подписчице, читая которое у меня по мере прочтения шевелились волосы на голове. Мне бы и в голову не пришло, что рождение детей в России и в Германии настолько отличается друг от друга. По мере подготовки этого ролика я искал фотографии и в ужасе обнаружил, что реальность еще страшнее, чем я думал. Есть специальная страница, где женщины выкладывают фотографии своих родильных домов, где им пришлось произвести детей на свет. Это самые настоящие кадры из фильма ужаса, если по мне. Так что в этом ролике вы эти ужасные фотографии увидите. Я думаю, что нечто подобное можно найти сейчас не в очень многих странах, пожалуй, на Ближнем Востоке, может быть, в Африке, ну и вот в России. Ну а по мере прочтения, хоть я и не особо верующий человек, мне хотелось неоднократно поднять глаза к небу и сказать, слава богу, что моим детям не придется родиться в таких условиях, а моей жене пережить такую серьезную психологическую травму. Во время приема мадам неверно поставила мне плюс резус крови. Указала ей на ошибку, она ответила, что менять не будет, так как замазки у нее нет. Мол, говорит, девчонкам скажу, они там поправят. Я приехала непобритая, элементарно живот был настолько огромен, что я не могла дотянуться. Из-за этого на меня просто наорали, а потом брили очень грубо, отчитывая в процессе. УЗИ на приеме мне никто не сделал, то есть как там лежит ребенок, неизвестно. Лотерея. Привезли в родильную палату. Мною никто не занимался, ничего не советовал. Просто сказали «ложись» и включили КТГ. Чувствую, в туалет по большому хочу, стала проситься у врачей. Никто не удосужился объяснить, что я родить хочу и что это потуги. Люди рожали, а я лежала одна. Привезли меня туда в ноль часов. А в три часа ночи спустили воды. Причем мне просто молча под попу ссунули утку и ткнули какой-то фигней во влагалище, ничего не поясняя. В ответ на мои вопросы «Вас куча!» Я не обязана вам объяснять. Поняла, что слили воды. Через какое-то время схватки из-за этого усилились. Умоляла положить меня родить, а мне отвечали «Видишь очередь?» Лежи, терпи, пропуская схватки. Потом кто-то рожал, и звук аппарата КТГ моего ребенка выключили. Видимо, та девушка была намного важнее. Я просила снова включить. Никто не послушал. Впервые обо мне вспомнили примерно к шестому часу утра. Добрая в кавычках «врачиха» подошла и говорит «тушься» на раз-два-три. Я не успела. Столько часов пропуская схватки, я уже плохо чувствовала что-либо. Даже судороги в ногах временами возникали. В ответ на просьбу о второй попытке мне сказали, что нас таких тут много, и врач просто ушел. И так было еще три раза. Примерно каждый час. Среди них был мужчина-заведующий, который вовсе оказался хамоват. Причем последняя врачиха, рыжая со стрижкой типа каре, начала мне говорить, что я рожу дауна от того, что я такая ленивая. При этом рядом стояли две девочки-интерны и чуть ли не смеялись. А я плакала и просила не пугать меня еще больше. Всем плевать было. Просто ушли. Только в восемь часов утра на смену пришла добрая медсестра, которая мне сказала попробовать встать на колени и потужиться. Потом опять подошла эта же рыжая и сказала, что выходит, мол, пошли на кушетку рожать. Я встала вставать и услышала крик, что сломаю ребенку шею. Вопрос. Нельзя было объяснить, как вставать. Повезло, ничего не сломала. Родила минут за десять с одним разрезом. Родив ребенка, обсуждали мою группу крови с отрицательным резусом, делают вообще-то укол. Я говорила, что она отрицательная, но меня так никто и не послушал, ошибку в приемнике никто не исправил, а я, видимо, не считалась человеком. И в итоге осталась без укола, очень необходимого. После родов все ушли, а меня оставили в родильном на стальной кушетке под простынкой. Сын на столике запеленутый лежал. Слава богу, простынку замотать догадались. Мне было очень холодно. Я лежала так около часа. Потом вывезли в коридор и еще на час забыли меня там. После чего просто унесли сына, не говоря, когда я его увижу. А меня повезли не в родильное, а в реанимацию. В родильном мест не было. Побыла там с другими девочками до одиннадцати вечера. После чего меня привезли в палату. Все это время меня никто не кормил. Зато в ноль часов принесли кормить сына. Поднесла грудь к лицу, он начал задыхаться. Медсестра похлопала его и сказала, что все нормально. И такое бывает. Мол, если что, тоже хлопает. А если не поможет, зови. Она не успела выйти за дверь, как мой сын снова стал задыхаться. Я пыталась ему помочь, кричала, звала ее, но все было бесполезно. Он синел у меня на руках. Каким-то чудом он начал приходить в себя и в этот момент пришел заведующий с медсестрами. И стал извиняться, но не передо мной, а перед девочкой, которая лежала со мной и рожала с кесаревым сечением за сто тысяч рублей. Меня игнорировали, а перед ней извинялись за шум. Потом ее вовсе переселили в палату поближе к кабинету главного. Наутро принесли ребенка и с ним, слава богу, все было нормально, но... Повели на осмотр, я не успела на стул сесть, как с меня на лету стали вываливаться сгустки крови. Потому что нужный укол не сделали. Было очень больно и еще очень страшно. У меня был гемоглобин 60, и моя врачиха об этом знала. Я ходила еле-еле, держась за стену. А на меня лишь орали за то, что не причесана, это им не понравилось. А у меня не было элементарно сил поднять руки. В выписке из роддома написано, что у меня было кесарева, положительная группа крови. И что сыну прививку сделали еще до его рождения. По дате, видимо, прическа для доктора важнее работы. Вот такое письмо. Так как я в ролике рассказывал, что провел ночь рождения своего ребенка вместе со своей женой, то я сразу увидел очень много различий. Прежде всего, вот то, что она написала, что приехала небритая. Я извиняюсь за такую подробность, мы взрослые люди, если есть дети, могут закончить просмотр этого ролика. Это же самое было у нас. При этом немецкая акушерка, когда мы ей сказали, что нужно, дескать, побриться, посмотрела на нас очень большими глазами и спросила, зачем это. Ну, как бы имея опыт рождения в российской больнице, жена сказала, ну, это как бы положено. Та пожала плечами, нет, ничего подобного не положено. А потом прибавила, послушайте, 50 лет назад ваши мамы и бабушки рожали, естественно, как все было задумано природой. Кто там думал о каких-то интимных прическах? Это было первое, чего не потребовалось. Второе, моя жена, опять же отталкиваясь на своем негативном российском опыте, стала просить, чтобы ей сделали клизму. Акушерка еще раз удивилась, зачем это вам клизма? Ну как, если вдруг во время родов опорожница прямая кишка, та сказала, это абсолютно нормально, вы не должны даже думать об этом. Как же переполошилась моя жена, нам обязательно делали клизму и даже по два раза. Акушерка спокойно ответила, а вы знаете, что это вредно. У нас этого не делают, если вы опорожняете кишечник до родов, а потом тужитесь, у вас почти 100% будет геморрой после родов. На что жена сказала, да, в России практически у всех женщин после родов геморрой. Ну вот, сказала акушерка, а мы этого не делаем. Опорожнится кишечник, ну и ничего страшного, для этого я здесь существую. Вот такая вот история. Представляю, что бы было с женщинами в России, если бы с ними происходило то же самое. Если на них орут за то, что она не побрилась, то если наделает на стол, то, наверное, просто убьют вместе с ребенком. Дальше, судя по письму, у девушки были первые роды, она ничего не знает, не знает, что с ней происходит. И в немецкой клинике акушерка для этого и существует, чтобы беспрерывно объяснять. Сейчас мы вам сделаем это, а теперь мы сделаем так. Вы почувствуете себя так, потому что с вами происходит это и так далее. И все время, которое она там присутствовала, она присутствовала не так-то много, она успокаивала и улыбалась. Все, что я от нее слышал, все происходит хорошо, не переживайте, расслабьтесь, все будет отлично. Я с трудом могу представить хибамы, то есть акушерку по-немецки, которая бы здесь каким-то образом орала на роженицу. Я думаю, что она бы просто вылетела с пометкой, что она психически больная. И уж точно не нашла бы работу в этой сфере. Дальше вот эта вот история «Лежи и терпи». Судя по письмо, женщина так долго терпела свои схватки, вообще это трудно себе представить с физиологической точки зрения, что она просто как бы роды прекратила, а когда с нее стали их требовать, у нее уже не было ни сил, невидимо организм уже не делал то, что организм должен был делать. В конечном счете удивительно, что она вообще в таких условиях родила здорового ребенка. Дальше, конечно, история с отрицательной группой крови. Как это может быть? Ведь все знают, что рождение ребенка с отрицательной группой крови – это очень опасно. Если женщина не получает нужного укола, то все может закончиться катастрофически. Здесь сделали ошибку, ошибку, и не соизволили ее исправить, а когда человек стал делать на этом акцент, на нее никто не обратил внимания. Что это за профессионалы в кавычках? Что они вообще делают в этих учреждениях? Почти 10 часов женщину ничем не кормили, не поили чаем, то есть вообще ничего. Видимо, это специально делается для того, чтобы женщина успела побороться за свое существование. Как и ребенок, который синел на руках, а медицинская сестра просто ушла, видя, что с ребенком что-то не так. Ну ты меня позови, так сказать. Хорошо, если бы в родильных палатах в России были бы какие-то кнопки на кровати, как это во всех европейских странах. Но судя по всему, какие там кнопки? Хлопай ребенка, тряси его, делай что хочешь. В общем, можешь его прям там сама и реанимировать, если сумеешь. Получается, что люди в России рождаются практически в нечеловеческих условиях. Не только в плане дизентерии и плохого оборудования, бедности, нищеты, но и в плане жесточайшего равнодушия, агрессии, какой-то нечеловеческой злобы друг к другу. Не знаю, по мне так эта страна безнадежна. Даже если поставят хорошие кровати, заменят унитазы и поставят везде аппараты ультразвукового исследования, все равно вот эту грубость, бесчеловечность, жесткость, которая находится в людях, мне кажется, уже никогда не исправишь. Редактор субтитров А.Семкин